Друзья, всем привет! До меня наконец-то добралась модель Casio Edifice EQB600 и в этом видеообзоре хочу представить ее вашему вниманию. Дело в том, что эту модель часов компания Casio представила на выставке Baselworld 2016 и ни для кого не секрет, что это главная часовая выставка в мире. Все компании, туда попадающие, стремятся представить свои лучшие продукты, которые просто обязаны завоевать сердца покупателей по всему миру. И вот именно эта модель была представлена Casio. Сразу видно, что, во-первых, коробка нестандартная для Edifice. Это, собственно, не сама коробка. Сначала идет вот такую вот большую картонку. Внутри стоит такая вот часовая коробочка, сами часы. К ним прилагается целый букет макулатуры различной. Инструкция с номером модуля 5466. Различные вот такие вот рекламные проспектики. Это все лирика. Вот, собственно, сами часы. Давайте поподробнее рассмотрим их, остановимся на них. Так, что из себя представляет флагманская модель по мнению Casio 2016 года. Ну, во-первых, взяв их руки, в принципе, ощущается сразу, что эта модель премиальная в линейке Edifice. Это, во-первых, солидная тяжесть 170 грамм. Во-вторых, внимание к деталям. Сами часы изготовлены из высококачественной стали, но тут еще помимо этого эту сталь просто идеально обработали, идеально подогнали все детали друг к другу. Видим полировка до зеркального блеска как корпуса и так и безеля. То есть в безель, в принципе, уже можно посмотреть на свое отражение. Во-вторых, это циферблат. Он тут черный утопленный. И что самое заметное в этих часах, это сферический 3D циферблат на трех часах в виде глобуса Земли. Видим, красиво отражает все вокруг. Такие вот синие декоративные элементы, выкрашенные. Также стальные. Кнопка с логотипом Bluetooth. Bluetooth для соединения. Это браслет, в принципе, из комбинированной, матированной и зеркальной стали. И застежка. В остальных Edifice она также бабочка, но тут сами ушки заподлицо сделаны, не выступают, конечно, прикольные. Также полированные до зеркального блеска. Так, это стандартная бабочка. Задняя крышка здесь на болтах. С основной служебной информацией, с логотипом суббренда Edifice. Так, ну, достаточно крупная, в принципе, модель. Если так, по большому счету, брать, она практически 52 миллиметра по высоте, по ширине 47 с копейками и 13,3 в толщину. В принципе, достаточно такие немаленькие часы. Ну что ж, давайте разберемся с тем, что они из себя представляют и с функциональной точки зрения. Они оборудованы Bluetooth, который соединяется со смартфоном на базе операционной системы Android, либо iOS, то есть iPhone. И функционально они представляют собой два время в двухчасовых поясах. То есть текущий часовой пояс, это основные стрелки, и второй часовой пояс в циферблате на 7 часах. Ретроградный циферблат с отображением дня недели и апертура на 5 часах с отображением даты. Этот сферический глобус постоянно вращается от положения дня или ночи. Также на нем отображается вот этой вот стрелочкой текущий часовой пояс. Это все, конечно, чисто визуальный эффект больше имеет, нежели практический, но тем не менее. Так, и чтобы с часами, в принципе, полностью, как говорится, настроить часы, для этого нужно скачать приложение Casio Plus на смартфон. Видим, просит удерживать в течение полутора секунд вот эту кнопку. Так и сделаем. Стрелка перемещается в R, то есть RIDI. готова к соединению. И происходит сопряжение смартфона с часами. Все, стрелка переместилась в пунктик Bluetooth. И произошло соединение часов со смартфоном. Настройки времени со смартфона сразу же перетекают на часы. И мы еще дополнительно можем выставить режим мирового времени. То есть, какой необходим, такой и выбираем. К примеру, не знаю, любой. Поставим где-то вот такой вот, допустим. Выбрали любой из мировых поясов. И после этого отправляем настройки в часы. Видим, как глобус перекручивается. Идет синхронизация времени второго часового пояса с тем, который мы выбрали на смартфоне. В принципе, все. Само приложение достаточно простое. Ну, это и плюсом можно назвать. Так как основное, что есть, информация о состоянии батарейки. А, кстати, обращу ваше внимание, что здесь используется технология TofSolar. То есть, часы заряжаются от любого источника света. И это, конечно, плюс. Несомненно. Так как Bluetooth тянет на себя, конечно, достаточно много энергии, поэтому TofSolar здесь как нельзя кстати. Часовые пояса можно менять местами. То есть, домашние поменять с вторым часовым поясом. Это одной кнопкой осуществляется. Происходит смена. Отправляем настройку на часы. И происходит смена часовых поясов. Все так красиво выглядит. В особенности этот 3D циферблат в виде глобуса. Смотрится, ну, просто завораживающе, как по мне. Ваше мнение, кстати, пишите в комментариях, что вы думаете о таком роде часов, которые обладают Bluetooth лишь для смены часового пояса. Так ли это важно? Так ли это нужно? Пишите, что думаете. В принципе, давайте вернем просто-напросто. Да и все. Также покажу вам остальной интерфейс этих часов. Вернее, этого приложения для этих часов. Оттягивается. Здесь видим модельку. Настройки часов. Настройки искателей телефона. То есть, на часах. Я сейчас покажу эту функцию. Можно зажать кнопку, и на телефоне произойдет звуковой сигнал. То есть, допустим, потеряли где-то телефон под диван. Неважно, закатился. Не можете найти. С помощью часов. С помощью смартфона. Да, часов вы можете найти смартфон. Так, еще что мы тут видим? Настройки часов. Время подключения. Стандартное. Три. Стояло. Так я оставляю. Регулировка времени. Автоматически. Какие-то настроечки еще. Не нужно. И если стрелки сбиваются, в этом пункте настройка домашних положений, можно отрегулировать положение каждой стрелки. Ну, сейчас все в порядке. Да, в принципе, все должно быть в порядке. Поэтому нет смысла. Но если, допустим, что-то сбилось, просто там прикасаемся. И таким образом мы синхронизируем часы. Вот они сейчас там начинают бегать. То есть, они тоже должны стать в такое же положение. Минутная стрелка должна приобрести положение в 12. Ну, так и есть. Поэтому настройки, в принципе, корректные. Отправляем настройки в часы. Они заняли свое положение. Готово. Настройка летнего времени. Автоматическая. Включенная, выключенная. Тут все интуитивно, в принципе, понятно. После всех каких-то изменений тоже отправляем настройки в часы. Часы настроены. В принципе, все. То есть, вот, предположим, ваш телефон где-то там заблудился. Нажали. И ожидаем звукового сигнала на смартфоне. Вы заметили, сколько времени прошло с тех пор, как я нажал и до того времени, как телефон подал звуковой сигнал? Достаточно долго. Как мне кажется, ну, то ли приложение коряво работает, то ли соединение какое-то, не знаю, нестабильно. Для примера, я вот, у меня фитнес-браслет Samsung есть. Тут тоже есть функция поиска телефона. То есть, нажимаем. То есть, буквально, не знаю, за секунду, наверное. То есть, нажимаем. Нажали. Секунда времени и часы найден. Вернее, смартфон найден. На часах мы нажимаем. Проходит. Я не знаю, сколько проходит времени, чтобы они... Часы обнаружили смартфон. Секунд, наверное, до 10. Как-то достаточно долго. Поэтому, ну, да, не конкуренты смарт-часам вообще. И такой тип соединения, который Casio там запилил в эти часы, тоже не конкурент. Оттого я и считаю эти часы достаточно такими нишевыми, которые лишь пробивают себе путь, по которому давно идут IT-компании. Ну что ж, в целом, это все. Понятное дело, что часы обладают чуть большим функционалом. И еще есть возможность ручной настройки. Но я думаю, что у всех есть смартфоны, либо на андроиде, либо на айфон. Поэтому соедините нас. Выставить время, точнейшее время, не составит никакого труда. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите ваши мнения в комментариях. До встречи в будущем!